Я не то чтобы активный противник мата в сети, он мне неприятен. Неприятен как филологу, словисту, как человеку, которому всю жизнь занимается, ну не всю жизнь, но большую часть жизни словом. Мне кажется, мат – это вот нечто, что должно оставаться там, где он необходим. Например, вот я был в армии, так в армии не ругаются матом, там матом разговаривают. И если вот вспомнить там те четыре войны, на которых мне, ну, посчастливилось сложно сказать, но все-таки я побывал, то зачастую одно слово, сказанное громко и быстро, спасало мне жизнь. А если бы мне сказали, Владимир Викторович, будьте любезны, спрыгните, пожалуйста, с брони нашего танка, потому что начался обстрел, и вас могут убить. Вот вместо вот этого, когда убили бы, когда наверняка бы уже меня не было на свете, вместо этого и я летел с танка, а не просто спрыгивал или что-то. Понимаете? Я говорю о том, извините за некую, так сказать, фривольность того, что я говорю, и некую облегченность. Когда матом… Мат – это признак отсутствия культуры. Мат – это признак отсутствия чего-то такого, что в семье табуируется, что в семье, на улице, там, не знаю, там, на работе, в школе и так далее, это все… Если в семье матерное слово невозможно в разговоре между взрослыми людьми при ребенке, а уж тем более с ребенком, то все эти, простите меня, «мизулины», да, в кавычках, со своими законами будут абсолютно не нужны. Если же, так сказать, этот закон появится, то людям, которые разговаривают матом со своими детьми, ничего тоже, опять же, не изменят. Поэтому нельзя мат запретить, мат можно не пустить туда, где он быть не должен. А он не должен быть у детей в доме, тогда его будет меньше во всех остальных местах. Вот и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!